вот такая погода на сегодняшний день самого утра дождь буквально на полчаса солнышко выглянуло мы успели выкупаться и все но это не говорит о том что мы будем сидеть в номере целый день все я собрала сумочку мы едем самару на встречу которая запланировала еще дома я говорила про эту встречу с бывшим нашим главным редактором бывший бывшему бывшим главным редактором нашей городской газеты вот одеваемся таким макаром я одеваюсь потому что на улице 22 градуса и мне этого недостаточно чтобы быть теплее в уюте и в комфорте поэтому я одеваю кофту с длинным рукавом но при всем при этом шорты и кто меня увидит будет громко смеяться я буду в сланцах я буду в сланцах потому что мне просто жалко мои светлые кроссовки если я их одену да они у меня промокнут просто насквозь они станут черные а у нас еще в планах москва у нас еще в планах один город поэтому мне абсолютно пофигу кто чем не скажет что я буду в сланцах ходить по городу я буду ходить в сланцах тем более меня в этом городе не знают никто кроме одного единственного человека с которым мы едем на встречу пофигу берем зонт и погнали зонт здесь есть на ресепшн слава богу да да нормально я же фортах пофигу еще пофиг меня сегодня можно по праву назвать козой самарской потому что мы вышли дошли до автостанции стояли ждали уже автобус слава богу что этот автобус не подошел я вспомнила что я забыла газету которую я везла специально везла чтобы ее передать человеку пошла обратно набрала уже полные сланцы воды и уже ни разу не пожалела о том что не одела кроссовки зонтики прикольные в гостинице открой открой альберт такой вообще простецкий простецкий но такой прикольный он все видно через него полная корзина стояла чтоб 20 наверное мы сейчас вышли осталось всего 4 или 3 по моему все разобрали пошли тоже гулять цирк и вот мы еще куда пришли мы не были здесь в прошлом году я хочу сфотографировать газета на фоне какой-нибудь достопримечательность например на фоне вот этой и выложить на сайт этой газеты ой я какой-нибудь да геморрой себе придумаю я замерзла в автобусе работают кондиционеры там было и на улице в принципе не жарко как-то мы совсем прямо оделись слабенько ну ладно мы люди уральские хотя все равно не привыкшие мерзнуть далеко видно ворон что-то много здесь так что-то видно все прям сама нас сегодня походу не дождутся сначала я фотографировала газета теперь альберт играется с биноклем так-то некрасиво пошли потолок и стены это мы торговом центре гудок все мы попрощались с человеком пообщались два часа с лишним вроде бы не были вот так вот близко близко знаком вообще не были знакомы мы знакомы были заочно ну хорошо так пообщались поговорили сфотографировались вместе есть что оставить на память ребенок у меня очень сильно хочет есть потому что мы нормально только позавтракали утром и все и сейчас он у меня кофе капучино выпил я американо выпила в кафе а дальше там выше то там не было что ли эскалатора на третий этаж большой торговый центр а кстати пойдем вон там бассейн сейчас поднимемся большой торговый центр очень большой там бассейн есть но он не для того чтобы кто-то плавал в нем чисто так арт-объекты хотя по сути в нем можно плавать ну что пошли дальше вон там смотри какая-то картина с лимонами на самом деле да было приятно пообщаться с человеком который прожил много-много лет в нашем городе который является его родным городом и он его покинул вообще несмотря ни на что и живет работа теперь здесь ты баловаться сюда пришел или выбирать что хочешь покушать есть такие интересные стулья разноцветные желтый красный зеленый бургер кинг обдираловка 64 рубля соус стоит при том что он в магазине 15 рублей довольно таки уютненько народу конечно много но уютненько ну нормально поесть можно совсем чуть-чуть вид на самару магазин моде и кажется сюда зайти и можно надолго зависнуть тоже как по музею просто ходить цырика кружка блин цыка смотри какая милая мишка вылезает такая милота вообще все такое милое смотри какой интересный стакан с крышкой он стеклянный или просто тяжелый это как стеклянный стеклянный ведь да ну да это как его милочку вытаскиваете форма для яичницы в виде черепа пену для капучино взбивать боже мой сколько барахла барахла все такое милое но это все барахло хочешь антистресс хочешь антистресс жамкать жамкать а вон там он еще милее как будто этот бульдог баселин какой-то мягкий шляпки я кстати вот иногда бывает задумываюсь вот купить вот такую штучку померить что ли как ты думаешь мне пойдет нет идет нет это эти теннисистки яблоки ходить с деревьев собирать вот это удобнее кстати покривляться о кстати носки есть носки с каза самарская? тут что носки с надписью каза самарская суетолог мне надо носки со фразой суетолог как Артем меня называет? паникерша? вот это знаешь есть у меня такие специальные сетки из под головы взяли и достали как будто в лицо кила о как и гамбургер ланчбоксы нафиг не нужен ну как это с собой куда-нибудь брать все такое милое какое оно все мило господи я такая наивная все таки как дитё о как и кружки красивые оооо столько всего красивого интересного почему в моем детстве всего этого не было ну это же вообще такая милота пенал? да? эх где мое детство? да мы тут на леденцы напали леденец пельмень а мне вот эти понравились корги бесишь меньше всех смотрите шоколадные шпроты сладкие консервы интересно что надо купить что надо купить? да ну баловство и нашла самый классный антистресс вот он самый огромный самый крутой антистресс я его уговариваю в свое зайти тем более акция 1 плюс 1 3 пойдем что-нибудь посмотрим хочу хочу одежку детятку детятку своему купила игрушечку ай лялюшка ты моя да это не игрушка на самом деле мы когда собирались мы когда собирались сюда ехать мы даже не думали о том что нам придется лететь в Москву отсюда вот и не взяли конечно с собой эти подушки которые одеваются на шею для перелета для более комфортного чтобы где-то поспать наклониться ой голову наклонить поэтому сейчас зашли в этот дешевый магазин хотели купить подушку на шею при том что дома две штуки есть и выбрали вот такого кота тоже можно в принципе использовать подушечку нормально я всегда устаю долго ходить по торговым центрам очень сильно устаю у меня начинает болеть голова поэтому мне хочется уже куда-нибудь прислониться мы вернулись обратно в Красную Глинку и заказала я пиццу чего ждала ужин Альберс ушел в гостиницу его укачало капец капец ехали в автобусе его укачало опять у меня в принципе тоже ну не так сильно как его сейчас я буду кушать сейчас меня покормят мы купили еще бутылку молока как раз пиццы у меня под мышкой кот в руке коробка ребенок где-то в номере укачанный ушатанный ничего сейчас он быстро в себя придет ну не могу же я постоянно ему давать драмину и пить ее сама это же вредно тоже в какой-то степени поэтому перемогаемся как можем ну-ка смотрите ой какая красота я попросила пиццу чтобы побольше было огурцов соленых в ней ну и колбаска охотничья называется вкуснятина сыра много и молочка сейчас стаканчик пылью нас тут прибрались нам даже стаканы помыли надо же так то я не просила конечно мыть ну ладно альберт говорит народу полно у бассейна заехали да точно ну не полно но народ есть как-то все была какая-то тишина такая вон с детьми приехали много детей стало такой слойник красивый вообще а он не на подставке он прям вот он с подставочкой домик нарисован на попе он прям так и был в комплекте с этой подставкой ну вот я честно не знаю мне кажется нет мне тоже кажется нет он симпатичный я каждый раз еду на него смотрю вообще прям шикарный слойник и вот там еще цветной тоже голубенький он похож на него да я могу сейчас вам показать ой я бы всех рассмотрела бы вот этого голубенького и вот самого последнего под гжи нет нет третий первый и третий да и который еще последний самый-самый какие они красивые ой какие красивые боже мой я наверное свою коллекцию ангелов куда-нибудь сдам и буду коллекционировать слонников у меня ангелы из каждого города где я бываю я привожу ангела причем их уже много и я все равно знаю и помню где купила какого откуда я привезла очень красивые вообще это вот эти вот мелочи уюта придает это вот все хозяин решает вот так вот я просто хожу вот смотрю и удивляюсь что куда голову не поднимешь везде что-то интересненькое можно вот увидеть там лицо на дереве какая-то необычная кормушка да вот даже вот вчера иду говорю вот вроде бы полянка ну оставьте эту полянку в покое зеленую нет надо было на нее поставить вот эту каменную вазу с цветами это же сколько в голове должно быть это надо идти понимать что я хочу увидеть вот это вот здесь да ну даже какой молодец как зовут его николай николай евгеньевич молодец николай евгеньевич очень прямо уютно и и приятно находиться я тоже иду по территории как бы вот все так продумываю то что вроде бы как бы все хорошо но вот это вот стоит и как бы она еще больше выдают да да уют уюта какого-то придает вот как будто для себя человек делал а он сам часто здесь бывает вообще правда здорово молодец евгений николаевич часики считаю самара москва лондон нью-йорк париж молодец хихих хихих вот такое доброе утро со слоников началось я думаю что за столько-то там играют уже в аэрохокей народу встало в гостинице народу встало просто тьма тьмущая мы сейчас пришли в кафе там просто люди идут 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 и огромное количество машин на территории в общем отдых интроверта для нас закончился с альбертом да альберт ну бассейн сегодня еще прохладненько детей стало много вообще машины вон там стоят это мы с тобой удачно заехали 2 июня теперь знать будем что надо заезжать 2 июня чтобы к десятому уже на отдыхаться вот так в одиночку что до 10 июня здесь по сути вообще никого нету я чувствую что вот завтра будет жарко завтра 26 там почти 30 о нет 26 сегодня обещали да завтра почти по 30 там обещают завтра в бассейне 100% места не будет вот так плюхаться как мы плюхали с альбертом народу очень много причем заехали не все за вчерашний день пока мы были видимо в самаре обалдеть вот такое доброе утро сегодня смотрите вся парковка занята здесь вся парковка занята там все занято машин просто огромное количество ну кстати альберт сейчас высказал предположение что люди приехали просто на выходные потому что самарские номера возможно сегодня суббота считаю если вчера в пятницу вечером допустим заехали суббота воскресенье они здесь отдыхают и в понедельник уезжают мы пошли прогуляться погодка пока не располагает к тому чтобы купаться загорать можно пока прогуляться и погодка не располагает к тому чтобы ходить далеко альберту жарко я в кофте но при этом шорта зато мне тепло наверху просто прогулять а я все еще перевариваю вчерашнюю встречу ну как бы вроде бы ничего такого особенного в этой встрече не было но все равно она по-своему какая-то была особенная по-своему так скажем поэтому мы сегодня с альбертом после завтрака пришли в номер и просто зависли в телефонах он там на какой-то своей волне я на своей волне посмотрела пост который опубликовал этот человек главный редактор газеты 63.ru вот с ним мы встречались вот он опубликовал пост там с упоминанием на меня со ссылкой на меня это приятно на самом деле и как бы я полезла на страничку его жены жена у него тоже работает в этой сфере в сфере журналистики в сфере копирайта все вот это вот прям вот это их стезя так скажем я все еще под впечатлением не знаю я полазила по ее страничке почитала ее посты мне в принципе нравится как она пишет ее слоган ну в общем какие-то такие эмоции и впечатления остались опять надолго приятно да и опять же если бы я не сама бы назначила бы ему эту встречу мы бы и не встретились человек который из маленького провинциального города это получил сначала приглашение работать главным редактором в красноярской газете и потом постепенно перебрался в самарскую это круто это круто развиваться не сидеть на одном месте как он говорит я конечно как себя чувствовал говорит из маленького провинциального города сразу в большой в такую газету серьезно поэтому какое-то такое вот внутреннее все еще как так сказать то впечатления внутренние все еще добавляет дофамина в кровь мы купили опять какую-то ерунду надо наверное открыть сначала вот эту крышечку что у меня вылится нет она там запакована видишь а скорее всего можно палочкой просто проткнуть стаканчик хороший такой да проткнул да напиток времена года с добавлением сахара со вкусом ананаса и манго сильно сладкая ну нормально чего только мы не пьем какую только дрянь в свой организм не заливаем и закладываем закладываем боже какой он сладкий ну да чувствуется ананас прям чувствуется и еще какой-то не какой-то а манго чувствуется как будто бы прям натураль натураль и там на дне кусочки фруктов я беру такие вещи только наверное из-за внешнего вида мне понравился стаканчик не из-за того что там внутри а просто понравился стаканчик точно так же как тогда я вот брала этот лимонад арбуз мята мне понравилось что он стеклянные бутылки интересной формы ну ничего вкусный так во рту остается послевкусие приятное чуть-чуть становится теплее на улице может на градус на два мне кажется мы вышли было чуть прохладнее хотя мы вышли полчаса назад надеюсь что распогодится станет совсем тепло к вечеру и будем купаться зашло тебе? можно пить? пить можно не нашла ты то чего я хотела найти магнит косметикс ну ладно можно и обойтись в принципе ну не знаю думала может быть что-нибудь подобное там будет на зоне заказать завтра послезавтра мы уже уезжаем ну да послезавтра нам надо будет отсюда добраться до аэропорта Курумач я сначала сказала Курумач ну по незнанию как обычно вчера вот меня главный редактор исправил я ему стала рассказывать про то что мы сдали билеты и решили лететь в Москву отсюда вот он говорит Курумач не Курумач Курумач интересно такое название откуда интересно надо зайти в викибедию почитать а рыжик рыжик к деньгам кстати рыжик а ты говорят к деньгам да ты красавец да ты красавец он весь рыжий ты весь рыжий абсолютно весь боится кс 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 Котя ну Котя нет у меня ничего о еще один вы откуда друзья товарищи на каждого по коту пошли 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 друг за другом один твой другой мой красавцы красавцы альберт меня опять развел на траты сто рублей всего силу не знаю откуда девать дай ну чё смотри время отойдет время отойдет о сегодня уже лучше было 480 с ноги это новый чемпион новый чемпион ты рука заболела лоу кик с ноги ну оставь пока на завтра конечно рука заболела сколько хожу гуляю по территории только сейчас заметила что тут петуни двух цветов фиолетовые белые красиво тоже немножко уже подвяли конечно меня опять подписывает на то что я не умею шли играет в теннис теннисная настольная не знаю как то вроде получается и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...